Если складываешь единицу, двойку и тройку, это совершенное число. Другой пример совершенного числа. Это число 28. Давайте смотрим. Это 4 умножить на 7. И решетку делителей числа 28 мы можем нарисовать следующий образ. Смотрите. Здесь 14, здесь 28. Опять, 28 мы не берем, а берем только числа. 1, 2, 4, 7 и 14. Проверяем. 1, 2, 4. Это 7. 7 и 7, 14. 14, 14, 28. Отлично. Господа, в принципе, я мог бы, конечно, написать еще несколько совершенных чисел. Но я хочу объяснить, что же о них, что называется, можно сказать, такого, чтобы эти числа можно было выписывать не наугад. Знаете, откуда я написал 28, совершенно непонятно, да? Чтобы эти числа можно было выписывать не наугад, а в виде какой-то системы. Так вот, сначала то, что было известно еще о Древней Греции. Вот какая идея. Давайте не будем искать все числа подряд. Дадим себе такой вопрос. Пусть число это степень двойки умножить на простое число. Объясняем идею. Когда делители несколько разных, то вот эта вот картинка выглядит более сложным образом. Например, как выглядит решетка делителей числа 30. Смотрите, 30 это дважды, трижды пять. И поэтому надо будет нарисовать единицу, нарисовать сюда двойку. Тройка в другом направлении, пятерка еще в одном направлении. Теперь сюда пойдет, понятно дело, 6. Сюда пойдет что? Какое число? 15. Так. Сюда пойдет что? 30, конечно. Так, а сюда пойдет что? А? 10. Так. Вообще-то этот кубик получился, правда? Да. Как будет выглядеть такая же картинка для числа 60? 1, 2, 4. Понятно, да? Надо будет еще по какому-то направлению отложить 3. Так, здесь я уже, давайте так, сначала сделаю низ. Это будет 6 и 12. А потом от всех от этих чисел я проведу вертикальные отрезки. Я проведу вертикальные отрезки. Понятно, да? Так. И здесь вот так. Вертикальные отрезки будет домножение на 5. Если простых делителей несколько, то получается что-то такое. Если три разных простых делителей, то получается параллельный пик. Если будет четыре разных простых делителя, если будет четыре разных простых делителей, вообще будет такая четырехмерная штука, да? То есть, чем больше разных простых делителей, тем сложнее эта задача. Значит, что... Ну, конечно, спасибо. Линию я здесь, конечно, забыл, но это да. Теперь хорошо? Два-два-два, дело-два. Возьму, действительно, самую простую из разумных картинок и ее с вами обслужу. Представьте себе, что у меня есть единица, двойка, четверка. Дальше я не знаю, какие-то в степени двойки идут. Чтобы здесь всего было n чисел, давайте это будет кончаться на 2 в степени n минус 1. Ну, вот, например, здесь это было так. Вот это было 2 в степени 3 минус 1. Это было 2 в текле, это было 2 в текле. Вот они, все такие числа есть. И есть еще какое-то простое, нечетное число. И вот все делители, получаемые умножением на b. Сумма, сумма делителей, кроме самого числа. Вот это надо, я вас черпусь. В сумме делителей, кроме числа, должна равняться исходному числу. Ну, ребят, смотрите, есть такой способ. А давайте сложим все и скажем, что это должно быть в два раза больше. Вот если у числа 6 складывать 1, 2, 3 и 6, то получится 2х6. Если здесь сложить все, то получится 2х28. Значит, можно записать уравнение в следующем естественном понятном образе. Наше число, удвоенное число, да? Вот сумма всех делителей, это 2х6. Это, значит, 2х2. То есть, если это число наше, p умножить на 2, умножить на 2, то это должна получиться сумма всех делителей. Так, что такое сумма всех делителей? Это все степени двойки с нулевой по 2 в степени n-1 и плюс то же самое, p умножить на 1, p умножить на 2 и так далее, p умножить на 2 в степени n-1. Сейчас я складываю все делители, именно потому, что здесь написал умножить на 2. Теперь вопрос. Помните ли вы, сколько будет здесь? Да? Ну, если это сократить, то получится 2 в степени минус 1. Абсолютно верно. Это очень важное свойство числа 2. Если вы складываете 1, 2 и 4, то получается 8 минус 1. Если вы складываете 1, 2, 4 и 8, то получается 16 минус 1 и так далее. Давайте отдельно эту формулу напишу. Значит, когда складываешь числа до некоторой степени двойки, то получаешь следующую степень двойки на минус 1. Это можно по-разному рисовать на картинке, можно по-разному заказывать. Один из способов такой. Перенести вот эту единицу влево и дальше происходит такое сворачивание. Знаете, как, не знаю, рулон бумаги или сейчас в Москве модные такие газоны, рулоны. Видели, да? Да. Вот, так его разматывают и там наоборот. Итак, единица перешла сюда. 1 плюс 1 это 2, 2 плюс 2 это 4, 4 плюс 4 это 8. Итак, сворачивается, сворачивается и в конце свернется до 2 в степени. В общем, все, это и есть. Так, и здесь P выносится за скобку. И получается, получается что? P умножить на то же самое, да? На 2 в степени N минус 1. Отлично. Значит, я могу наше уравнение записать в очень понятном виде. Вот это. 2P минус 1 умножить на 2 это просто 2 в степени N. P как было, так и осталось. Здесь 2 в степени N минус 1 и 2 в степени N минус 1, значит, выносится за скобку, остается P плюс 1. Вот так напишу. P плюс 1 умножить на 2 в степени N минус 1. Ребята, вот это древние греки уже знали. Обратите внимание, у них не было вот этой вот удобной формы записи, которая есть у нас с вами. Все знают, когда придумали вот нашу обычную, школьную, любимую вот эту запись. Сколько примерно лет назад? Ну, современная алкограическая вот эта запись была придумана примерно в середине 17 века. Тот, кто говорил, что 400 лет назад, был бы минимум. В качестве такого факта Фирмальт еще писал сумма квадрата квадратов. Что такое квадрат-квадрат? Это четвертый степень. Квадрат-квадрат. И он это прямо так писал словами. Заметьте, он делал сложнейшие работы в теории чисел. И при этом у него еще не было, он в нашей школе получил бы двойку. Потому что он не сумел бы написать вот эти формы. Греки тем более писали совсем по-другому все это. А тем не менее придумывали. Итак, вот оно уравнение. Понимаете ли вы, что вот это число нечетное, а это степень двойки? Это значит, что вот это, все эти двойки, они могут быть только здесь. Дальше. Вы понимаете, что число П наоборот не может быть здесь. Оно взаимно просто с таком садим. Так значит, как, если П простое число, как на самом деле все это выглядит? П простое число. П плюс один на него не делится. Значит, на самом деле, вот это должно делиться на П. Понятно? Степень двойки взаимно проста с этим числом. Значит, на самом деле, на степень двойки должно делиться число П плюс один. И при этом здесь равенство. Что это означает? А это означает, что число П равно вот этому, а два в степени равно вот этому. 2 в степени n это b минус 1, а b это 2 в степени n минус 1. Между прочим, это строчки, это строчки, это одна и тоже. Получаем замечательное правило. Если хочешь получить число, имеющее вид степени двойки умножить на простое число, то простое число должно быть никаким попалок, а оно должно удовлетворять вот этому равенству. Между прочим, тогда Франция была одной из самых развитых наушных смыслов держав, одна из самых замечательных стран в то время. Вот, соответственно, Академия наук впервые возникла именно в середине 17 века во Франции. Мерсен, называется простые числа Мерсена. Это простые числа, которые имеют вид степень двойки минус 1. Давайте поймем, а все ли степени двойки минус 1 являются простыми числами. Ну, вот, например, 16 минус 1. Простое число? Нет. Аминус 16 – это степень двойки. Давайте я выпишу достаточно далеко степень двойки, и мы, наверное, разберемся. Значит, табличка очень простая. Здесь будет n, здесь будет 2 в степени n, а здесь, соответственно, на единицу меньше. Ну, на сколько у меня хватит терпения, да? Значит, n равняется... Единице неинтересно, потому что 2 в 1 минус 1 непростое. Давайте с двойки начнем. 2, 3, 4, 5, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096. Единицу вычитаю. 3 – простое число. 7 – простое число. А 15 – непростое. 15, господа, делится на 3. 31 – простое число. 163, между прочим, тоже делится на 3. Так, 127. Как вы думаете, простой или нет? Я тоже думаю, что простой, потому что, рассмотрите, на маленькие числа на 3 не делится, на 5 не делится, на 7 не делится, на 11 не делится. А дальше бессмысленно, потому что 13 в квадрате уже больше, поэтому достаточно проверить до 11. Простое число. Так, 255 делится на 3. Для того, чтобы доказать, что число непростое, не обязательно указывать все его делители. Доказать, что непростое, для этого достаточно указать один делитель. И все. Так, 511. Интересно, а на что делится 511? 511. Думаете, простое или нет? А на 512, да. На 7. На сколько? На 7. На 7, абсолютно правильно. Оно делится на 7. Так, это 1023. А оно на что делится? На 3. Так, а вот это 2047. Здесь уже на самом деле хуже. Потому что проверять его простоту, это занятие. Так, ребят, поскольку я боюсь, что здесь есть кто-то, кто эту простую мысль не знает, то давайте я ее еще раз понятно для всех повторю. Вот, если у вас есть компьютер, то здесь все легко. Есть, значит, сайт valframalpha.com, вы на него входите, и он вам разлагает на множители, там есть команды, все замечательно, да? Вот, а вот если у вас нет компьютера, а все-таки надо выяснить, простой или не простой. До какого числа надо проверять? На какие, вот число 2047, на какие простые числа надо проверять? Ну, понятное дело, на двойку, тройку, пятерку, семью. 23 в квадрате, это сколько? Это около 400. Поэтому 23 обязательно надо, к сожалению. Что? 526. Да, 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 обязательно надо. 29, 31, 37. Так, 37 еще надо. Даже 41 надо, ребята. 43 надо. А вот 47, по-моему, уже не надо. Давайте посмотрим, сколько будет 47 умножить на 47. Как-то быстро посчитать. Это 50 минус 3. 50 в квадрате, это 2500. Минус 3 умножить на 50. Еще удвоенное. Это минус 300. И еще плюс 3 в квадрате на 1, 2, плюс 9. В общем, уже получается больше. Все, на 47 уже не надо. И вот дальше самое простое. Понятно, да? Просто делить, проверять. На занятия, конечно, не из самых веселых. 2047. Настое или нет? Играть на 23. О! А давайте проверять. Делим на 23. Так, по 8, наверное, надо взять, да? 160 и 24. 184. 207. Так, что такое 207? Это по 9. По 9. Это по 9. Потому что 3 на 9, 27 и 18. Вы нас спасли. Это делится на 23. На 23. Так, а 4095 делится? На 9. На 3. Ну и на 9 тоже, и на 5 делится. В общем, господа, вот это, конечно, некая неприятность, потому что, что называется, число 23 я не ожидал. Непонятно, куда оно здесь появилось. А вот многие другие места очень даже я умею легко объяснять. Оказывается, делимость на 3, она здесь довольно часто. Видите? Правильно? Каждое второе число делится на 3. И вот давайте просто это сразу выясним, почему это так. Если берешь 2 в четной степени и вычитаешь 1, то обязательно будет делиться на 3. Дело в том, что 2 в степени 2m, это знаете, что такое? Это 4 в степени m. Просто 2 в квадрате 4. А что такое 4? 4 это 1 плюс 3. Значит, если на тройке не обращать внимания, то будет 1 в степени m минус 1 делится на 2. Таким образом, я доказал, что каждое второе будет делиться на 2. Вот. А вот откуда получается 7. Это вещь более интересная. Дело в том, что 9 это 3х3. И я утверждаю, что если возьмешь 2 в степени 3m и вычтешь единицу, то это всегда будет делиться на 7. Как это? Давайте я просто скажу, что для 2. Видите, что это такое? 2 в кубе это 8. Это 8 в степени m минус 1. А это 7 плюс 1. Когда будешь открывать скобки, то будут семерки с чем-то. И единственное, вот когда семерка не будет, будет 1 в степени m, и 1 в степени m минус 1 будет делиться. Поэтому и 1 будет делиться. Если вы сейчас внимательно посмотрите на то, что я сделал для семерки и для тройки, то вы увидите, что всегда верен такой замечательный фактор. Давайте я его даже запишу в виде отдельной теории. 2 в степени k m минус 1 всегда делится на 2 в степени k минус 1. Между прочим, не обязательно 2. Здесь вместо двойки можно писать любое натуральное число, и будет то же самое. 10 в степени k минус 1 делится на 10 в степени k минус 1. Как это доказать? Да уж и не. Так же, как мы это уже делали. Смотрите, ведь что такое 2 в степени k? Это 2 в степени k минус 1 плюс 1 в степени m минус 1. Позволите. Вот это 2 в степени k минус 1. И вот это 2 в степени k минус 1. Это как бы семерки, тройка в предыдущих структуре. Если вы представите себе, что написано m скобок, и мы все это перемножаем, то в большинстве из них будет вот эта штука. И в единственном случае, когда вы отовсюду взяли единицы, будет единица. 1 в степени минус 1 делится. Значит, мы это доказали. Те из вас, кто учатся в школе, через некоторое время узнают и другой способ доказательства этой делимости. А именно, в школе есть такая замечательная тема формулы сокращенного умножения. Может кто-нибудь слышал? Есть такая знаменитая разность квадратов. Ну вот так вот. Но здесь разные статусы книги. Или разность квадратов. Или разность квадратов. Многие из вас думают, что в школу ходят за оценками, а на самом деле вообще-то в школу неплохо выходить за знаниями. И вот школьный курс математики, он не такой большой вообще образовательный курс, конечно, хотелось бы намного больше, да? Но с другой стороны, господа, если в него что-то вошло, это значит, что уж это-то надо знать, вот тут уж точно надо знать. Так вот, в школьном курсе математики есть несколько таких замечательных формул. х квадрат минус 1, х куб минус 1, есть формула х в четвертой минус 1 и так далее, и так далее. Если мы выносим х минус 1 из выражения из степени n минус 1, то оказывается, что во второй скобке идет так называемая геометрическая прогрессия. Все степени числа х с нулевой по n минус 1. Доказывается эта формула просто раскрытием скобок. Вот надо раскрыть скобки, и все получится. Просто-просто перемножьте, проверьте. В общем, ребят, я не буду дальше это комментировать. Если вы в эту формулу вместо х подставите степень двойки, вместо х напишите 2 в степени m, то у вас получится, что вот здесь вот будет 2 в степени m минус 1, а здесь, ну, что будет, то будет 2 в степени m в степени n минус 1 плюс 2 в степени m в степени n минус 2 плюс и так далее, плюс 2 в степени m в степени n минус 1. Вот. Так. Пока все понятно? Пока все понятно. И значит, если у вас составной показатель степени, то вы точно знаете, что не будет простого числа. То есть, скажем, если вы берете 2 в степени, ну, я не знаю, 55 минус 1, то вы знаете, что это будет делиться на 2 в пятой минус 1, ну, то есть на 31. И вообще, 2 в составной степени минус 1 делится на 2 в степени любой собственный делитель. того, чтобы показатель степени минус 1. Значит, простые числа n требуют, чтобы вот это n должно быть обязательно простым. Господа, ну, вот дальше наступает, на самом деле, некоторая неприятная история, заключающаяся в том, что математику надо узнать чуть-чуть лучше, чем вы знаете. Потому что вот дальше можно еще много всего наговорить про то, как эти самые простые числа искать. В Википедии найдете там простые числа Мерсена и увидите, какой там огромный есть вклад знаний, да, с этим связанных. А я остановлюсь, поиск на компьютере простых чисел Мерсена, он сейчас продолжается. Конечно или бесконечно это множество, неизвестно. И по специальным программам, о которых я ничего не буду говорить, потому что, повторяю, они чуть-чуть требуют математики более серьезной, чем вы умеете. При помощи этих самых программ иногда находят новые числа. То есть ситуация такая, есть некий список этих самых чисел Мерсена, и раз в сколько-то лет, только, ребята, чтобы вы понимали, что не имеет смысла это делать на калькуляторе, в этом поиске принимает участие международная сеть компьютеров. То есть есть некая главная организация, главный компьютер, который раздает по интернету задания огромному количеству пользователей, у кого есть свободное время, у кого компьютер, что называется, может поработать, те к этому делу энтузиасты подключаются, и в результате работы тысяч компьютеров по всему миру, причем работы в течение многих месяцев, удается найти очередное число Мерсена. То есть там дошли уже до совершенно огромных величин. Почему это интересно? Ну, грекам просто казалось, что ну как бы надо, надо о чем-то думать. Вот они этим и занимались. Это было самое начало математики. Вплоть до середины 20 века, и даже чуть позже, это казалось просто такой детской игрой. Ну, то есть, ну почему бы не побаловаться, почему бы не поспаловать. Ближе к концу 20 века выяснилось, что простые числа имеют самое прямое отношение к теории шифрования. А именно, когда вы пользуетесь компьютерами, очень часто нужно передать шифрованную информацию. Вовсе не потому, что вы агенты каких-нибудь ужасных спецслужб, а по банальной причине вам нужно просто подтвердить, когда вы покупаете, не знаю, там молоко в магазине, что платите вы, а не кто-то другой. Понятно, да? А для этого платеж должен пройти по шифрованной линии. Потому что если представить, что любой человек в любой момент может платить за товары вашими деньгами, ну это вы очень быстро всего лишитесь. Прятаться должны вовсе не шпионы, а вы. Это очень важно понимать, да? Для вас сохранность информации является на самом деле очень важной. Один из самых простых способов для того, чтобы создавать систему шифрования, связан, как ни странно, именно с простыми числами, с задачей разложения на множители. То есть, коротко объяснять, там такая идея. Мы довольно быстро умеем строить большие простые числа, а вот если перемножишь простые числа, то получается очень длинное число, и мы его не умеем быстро разлагать на множители. Это, на самом деле, совсем примитивный способ объяснения. Опять, кому интересно, вбивайте в интернете RSA. Система шифрования RSA. Это по первым буквам тех, кто впервые это придумал. И, соответственно, читаете. В моей статье про малую теремию фирма это объяснено. Ну и, разумеется, это очень много где объяснено.